Телемарафон «Спеши творить добро» стартует на телеканале «Губерния» в октябре. Мы расскажем о детях-инвалидах, которым нужна помощь, лекарства, оборудование для реабилитации или средства передвижения. Впервые такой проект вышел на нашем канале в 2010 году. Он вызвал большой отклик среди телезрителей. Благодаря пожертвованиям поддержку получили сотни детей. Александра Теплякова с подробностями. Уже, наверное, пили чай с бубликами и с бронзой. А моей маме... Денискина рассказы – это любимая книга Софии Песниченко. Читает сама, но, несмотря на крупный шрифт, ей приходится наклоняться, чтобы разглядеть буквы. Зрение у девочки – минус 12. Но это не единственная проблема у Софии – синдром ДЦП. По неврологии проблемы. Что-то не дает нашим мышцам. Кости растут, мышцы не успевают. Вылечить ДЦП невозможно, но шансы улучшить состояние ребенка есть. С помощью лекарств, массажа и тренировок. На все это требуются деньги. Мать воспитывает ребенка одна, отец ушел, когда начались первые трудности. Сейчас единственные доходы семьи – это пенсия и пособия. Два года назад историю Софии рассказали журналисты в телепроекте «Спешите творить добро». Жители Хабарского края пожертвовали для девочки сумму, которой хватило на покупку беговой дорожки. Чем мы больше ходим на дорожки, тем она тогда лучше двигается и дома, и на улице. Если мы не двигаемся, ноги не проходят, тогда она становится такая, как деревянная, что ли, уже хуже ей. Телемарафон для сбора пожертвований больным детям телекомпания «Губерния» впервые провела в 2010 году. Героями проекта стали 20 детей. Репортеры рассказывали, какая конкретно помощь нужна каждому из них. В первые же дни от телезрителей стали поступать деньги на счет детского фонда. На эти средства организаторы смогли оплатить лечение, купить оборудование для реабилитации, для передвижения инсулиновой помпы, а также компьютеры и ноутбуки. Мы решили возобновить марафон, потому что это дело доброе, хорошее и поднимает, наверное, большинство населения Хабаровского края. А детей, нуждающих нашей помощи, очень много. Только сейчас у нас уже данные, наверное, на список более 200 человек. Но всегда в рамках марафона мы оказываем помощь даже большему количеству людей, чем к нам обращаются в самом начале. После тренировок на беговой дорожке состояние Софии улучшилось. Раньше она не могла передвигаться без посторонней помощи. Сегодня может самостоятельно пройти от своей комнаты до коридора. Теперь девочка хочет велосипед. У моего друга есть велосипед, и он мне очень сильно понравился. Я такой же хочу. Я буду кататься в парках, на улице. Удержать равновесие на обычном велосипеде София, как и все дети, с синдромом ДЦП не сможет. Ей нужен специальный трехколесный. Он стоит около 50 тысяч рублей. Денег на такой транспорт у семьи нет. Помочь Софии и другим детям сможет каждый. Телемарафон «Спешите творить добро» на канале «Губерния» начнется в октябре. Подробности скоро в эфире. Александра Теплякова, Виктор Казаров. Для программы Новости.